Так, всем привет! Меня зовут Даша, на канале Угольник Дарьи, и, короче, вы видели, как смачно у меня петерброды упали случайно? Не петерброды для завтрака были, конечно. Дадут мне позавтракать, это не важно. Хотела поделиться мыслью о том, что, знаете, многим девушкам, а также, собственно, это многим женщинам, потому, чтобы собраться куда-нибудь на улицу, да? Наработаем еще куда-нибудь. Нужно, как минимум, час, а то и два времени. Ну, или хотя бы минут 30. Зачем так много, да? Ой, у нас, кажется, ночью дождик был. Да. Короче, нужно час, а то и два времени. Зачем? Потому что женщина, прежде чем выйти на улицу, она накрасится. Нет, она сначала сходит в дух. Я знаю, 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 знаю я таких женщин, которые перед выходом сначала идут в душ. Первая же сделает. После... Ой... После того, как они придут из душа, им нужно накраситься, навести марафет, надухаться там, надезиться и так далее. Ну, короче, столько-столько всего. Лично мне для того, чтобы выйти, да? А, укладка, прическа, то есть, вот это все тоже очень важно. Вот это все лаки, вот эта вся хрень, как бы, да? И я скажу тот факт, что мне для того, чтобы выйти, видимо, я какая-то ненормальная женщина или девушка, неважно. Ну что, мне для того, чтобы выйти, да? Мне нужно минимум минута, а максимум пять. Потому что мне для того, чтобы выйти, нужно, во-первых, собрать с собой быстренько все зарядки, телефоны, там банковские карты и все остальное. И второе, просто расчесаться, аккуратно одеться и посмотреться в зеркало, аккуратно ли я расчесана. Все, вот, вот просто все, понимаешь? И поэтому я не понимаю многих женщин, которые, ну, как бы, вот этот вот час времени на то, чтобы собраться там или два и так далее. Меньше минуты на это можно потратить. Если ты выглядишь аккуратно, то все остальное, укладка, макияж, все остальное, да, оно не важно. Оно никому, по сути, не надо. Ну, понятно, что, если ты идешь на какое-то мероприятие, да, там, я не знаю, на пал, на вечеринку, куда-то, да, то там, естественно, это нужно. Есть места, где это нужно. Ну, если ты идешь по семненной жизни, катиться в метро со с ремневысливым лицом, потом какая-то разница, накрашен ты или нет. Ты кроешь свою... Нужна быть естественная красота. И под макияжем все проблемы, которые у тебя есть, ты никогда не скроешь. Никогда. Я увидела вот такие прикольные, короче, блокнотики в читай городе с офигенными названиями. Просто на них посмотрите, это кайф. Это нереальный кайф. Женские секреты, как жить дальше, какие-то свои планы там, да. Но это прикольные блокнотики. Это даже не блокнотики, это, скажите мне, я вам скажу, это ежедневно. Мне бы очень хотелось, ну, это такая моя маленькая мечта, или она когда-нибудь в будущем по-любому сбудется, я это просто знаю. Я знаю, что она сбудется и что просто так не это самое. А мечта эта заключается в чем? Ну, надеюсь, меня хорошо видно, да. Она заключается в том, что мне бы хотелось, чтобы еще до того, как я нашла молодого человека себе, да, начало с ним встречаться, там жить и все такое, чтобы приехала мама в гости. И не важно, это будет комната, да, съемная, куда можно будет приглашать родственников, гостей и так далее. Или это, в принципе, будет квартира тоже, опять-таки, съемная. Это не важно. А как бы именно важен тот факт, что вот она приедет в гости, да, я именно в этот день буду работать, да, но утром, проснувшись, я спокойно оставлю 3 тысячи рублей, допустим, 2-3, там, да, покажу маме утром до рабочей смены, где находится парк, где находится рынок, где какие магазины, чтобы мама знала, какими путями я хожу там на работу, да, вот что вот такие домики рядом, как бы там тень моя, кстати. И чтобы, уйдя на работу, я дала маме какое-то задание, к примеру, да, не так, что когда я к маме приехала в гости, и мама там главная, там, да, она выдает какие-то задания, там что-то рассказывает, да, а чтобы я могла дать маме задание, например, дать ей 2 тысячи 3, да, рублей, 3, и сказать, что ты можешь сходить в кафешку, да, например, ну, что этого достаточно, чтобы скупиться в кафешку сходить, а также плюс ты можешь скупиться, чтобы нам покушать с тобой, да, и не просто скупиться, чтобы нам покушать, а и приготовить что-то, показать, то есть когда это конкретно мой дом, да, где я конкретно знаю, где у меня что лежит, лежит именно так, как надо, да, и когда я чётко знаю, что здесь у меня ложки, вилки, там, здесь лопаточки, здесь так, о, господи, меня ещё и не видно, ну, ё-моё, да что ж такое-то, где ж фонари-то, где фонари, почему меня не видно, ну, я скоро исправлю свет, тогда, извините, будет получше, так вот, идём поближе здесь, может, здесь получше со светом, но, короче, чтобы сказать маме, да, оставить деньги, показать ей, где рынок, где магазины, и там, пока я работаю, да, мама сходила в магазин, взяв мои деньги, мои, купила бы всё, что нужно там для приготовления того или иного блюда, да, к ужину, там, да, прогулялась, зашла в какую-то кафешку и покушала бы там, да, например, или перекусила бы, пообедала там бы, да, зашла бы в ту же крошку картошку, взяла бы себе какого-то супа борщаток, например, там, я не знаю, с какой-то картошкой, там, опять-таки, и так далее, но, чтобы мама конкретно приехала, чтобы не я к маме приехала в гости, а именно мама ко мне приехала, и я могла свободно там, распоряжаясь там теми или иными финансами, да, финансовыми возможностями, оставить маме нужную сумму денег, сказав, что вот тебе деньги, можешь не экономить там, можешь все эти деньги и потратить, да, например, и мама спокойно идёт на рынок, спокойно может потратить эти деньги, эту сумму денег, скажем так, на то, чтобы нам поужинать и так далее. И вот это было бы на самом деле очень-очень прикольно, почему-то хочется, чтобы когда-нибудь так произошло, но также очень хочется, чтобы произошла та ситуация, когда у тебя уже есть молодой человек, и у тебя уже есть там или молодой человек, или муж, неважно, и мама приехала в гости уже именно как тёща, и она приехала, и тоже там, мы, допустим, с мужем с будущим оставили ей там, к примеру, энную сумму денег, да, он на работу ушёл, там, я, допустим, по работе куда-то убежала, и, значит, мама сходила в магазин, там, закупилась, там какой-то, да, боже, шо ж меня не видно, да, боже, ну вот, короче, улица, дома, может, так хотя бы. Так вот, когда конкретно мама в гостях, да, или, допустим, если муж работает, а я не, чтобы вместе с мамой прошлись, там, по рынку, там, по магазинам и так далее, купили то, что надо, да, то, что обычно я беру, например, по продуктам, да, по фирмам и по всему остальному. Их, короче, закупились, допустим, вместе приготовили поесть. Было бы прикольно, это было бы интересно, я думаю, в будущем это произойдёт, как бы, я не думаю, что все эти всякие ситуации, вот эти вот между странами будут длиться вечно, и я думаю, что всё будет хорошо, и я в будущем маму приглашу к себе в гости. Даже если это будет съёмная комната, да, вы знаете, в съёмных комнатах обычно двухспальные кровати, начнём с этого, то есть, как бы, поместиться двум людям там можно свободно, но, ой, давайте улицу, но помимо двухспальных кроватей есть комнаты с хозяйками, в которых свободно можно приглашать гостей, свободно там гостевать и так далее, ну, только если это являются родственниками, мужиков, понятно, что водить нельзя, но если это родственники, то можно, и поэтому, как бы, уж пригласить маму, да, допустим, если это съём комнаты с хозяйкой, я думаю, доплатив какую-то лишнюю тысячу-две там, да, за те дни, которые мама будет находиться, я думаю, что, в принципе, таможня, вообще не вопрос, как бы, и это было бы прикольно, мне бы это понравилось, да, вот именно мама приехала в гости, да, чтобы там совместный какой-то быт, там всё такое, чтобы там пару-тройку дней, четвёрку дней, там недельку даже, даже месяцочек, да, чтобы конкретно мама приготовила поесть, да, когда пришёл с работы, перед работой оставил маме деньги, чтобы она могла купить это поесть, чтобы было за что купить покушать, да, и чтобы, раз, подожди, да, господи, о, всё, open, чтобы, собственно, было за что купить поесть, чтобы мама не память ни о чём, а спокойно, короче, сходила в магазины, которые надо, помидоры, огурцы, там, мясо, картошка, да, чтобы она не думала о деньгах в этот момент, а чтобы она просто тратила, допустим, у ровно трёшку, да, зная, что вот у неё она есть, и что она может её свободно потратить, даже просто сходить в кафешку без вопросов, как бы, вот, и сейчас я иду с работы, купила немножко по продуктам, вот, и поэтому, сейчас приду, всё покажу, короче, я устала, конечно, но я думаю, что всё будет ток, потому что... О, слушай, четвёртый этаж, да я почти дошла, короче, на этом, я думаю, буду с вами прощаться, потому что я уставшая, сейчас я приду, а, нет, сейчас я ещё приду, распакую, что я купила, чтобы вы хотя бы видели, что я там покупаю, и тогда, потом буду уже готовиться ко сну, там, всякое такое, поэтому в любом случае, этот кадр я точно пока закончу. Итак, свет, конечно, опять абы какой, но я на днях, на днях я сделаю хороший свет, вы уж простите меня, что это такой свет, просто вечером, я покажу, что я купила, во-первых, лейкопластырь, потому что он логий, во-вторых, и бупрофен, потому что суставы, это очень важно, он очень нужен. И, давайте дальше, во-первых, упаковочная, о, вот, фу ты, в третьих, упаковочная бумага, это подарочек маленькой подруге, маленький-маленький будет, вот. Сам подарочек я, конечно, пока показывать не буду, потому что она смотрит мой канал, и она всё-всё увидит в таком случае, именно поэтому не буду. И дальше по продуктам, это колбаса, 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 вот такая вот колбаска, я попросила её нарезать, она вокруг с разными специями. Потом скотч двухсторонний, потому что нужно запаковать красиво ножницы, ну, это понятно. Дальше идём. Эй, ку-ку, ты где? Два персика? Также я купила, что это у нас, скажите мне? Шейка? Ну, такая вкусная мясная штука. Довольно. И банка кукурузки. Ну, вот как-то так. А на этом мне останется ещё только покушать, я буду куриные крылышки кушать и салат, поэтому... Я буду спать, поэтому всем пока под... А, буду ещё видео монтировать. Поэтому всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы видео не пропускать. Чтобы смотреть, не забывайте комментировать. Мне очень важны ваши комментарии, очень интересно читать, что вы пишете. И расскажите, что вы сегодня покупали, если вы что-то покупали. Расскажите, что вы кушали, мне очень интересно. Поэтому всем пока, подписывайтесь на канал, Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Пока-пока!